16 тысяч мальков осетра выпустили в Енисеи. Специально выращенное потомство царской рыбы обрело новый дом под Красноярском. Инициатор экологической акции компания Норникель. Подробности в сюжете Максима Лебедева. Отлов, подсчет и загрузка этих мальков осетра готовят к выпуску в естественную среду обитания. Благодаря инициативе заполярного филиала компании Норникель в Красноярском крае, экосистема реки Енисей пополнится тысячами таких рыб. Икрой осетра специалисты добывают на севере региона. Затем на рыбоводном комплексе предприятия Молтат из икринок получают мальков. Их содержат в специальных бассейнах. Воду здесь насыщают кислородом и кормят царскую рыбу по-царски. Корма закупается из Голландии. Кормят по 12-10-12 раз в день. Очень часто для того, чтобы темп просто был активный. И чтобы молоть долго не содержать, потращивается до требуемой навески. Когда мальки достаточно подрастают, их вылавливают и грузят специальные контейнеры для перевозки. В них поддерживается необходимая температура воды. После погрузки будущих обитателей Енисея отвозят на место выпуска. Его тоже выбирают не случайно. Здесь должно быть много еды и мало хищников. Таким местом стало мелководье возле села Атаманово под Красноярском. Сейчас детеныши осетра размером не больше 3 сантиметров. Им едва исполнилось 2 месяца. Через несколько лет малыши вырастут и станут основой для крупной популяции. Но местным рыбакам готовить удочки не стоит. На территории Красноярского края осетров ловить запрещено. Этот вид рыб занесен в Красную книгу. Охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений деятельности компании «Норникель». Ее затраты на экологические мероприятия до 2023 года составят 250 миллиардов рублей. По соглашению компании с правительством Красноярского края, Росприроднадзором и Минприрода РФ выделяется 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги идут на сокращение вредных выбросов предприятий и восполнение природных ресурсов края. Зарыбление рек – одна из таких мер. В течение этого года в Енисей будет запущено 300 тысяч особей молодей сибирского осетра. Сегодня мы с вами запустили 16 тысяч. На эти цели компания в этом году планирует использовать 30 миллионов рублей, а в ближайшие два года до 90 миллионов рублей. Недавно подобный выпуск рыбы состоялся и в Мурманской области. При содействии местного транспортного филиала компании в реке Умбри появились 47 тысяч мальков атлантического лосося. Эти акции доказывают, экологическая политика компании «Норникель» – это не только модернизация предприятий с внедрением наилучших природосберегающих технологий, помощь заповедникам и научным учреждениям исследующим экологию. Компания уделяет большое внимание поддержке биоразнообразия в регионах своей деятельности. Максим Лебедев, Илья Синькевич, Владимир Фетисов, 7 канал.